Девочки, мальчики, дорогие мои зрители Ютуба, всем огромный привет на трансляцию Самвелла Адамяна. Я хочу сделать свой обзор. Ребята, ну так тоже, знаете, было очень неприятно послушать Самвелла. Я послушала от начала и до конца, выдержала, так сказать, терпела изо всех сил. Думаю, ну может, что ценного скажет. Нет. Девочки, ругался, хамил, как обычно, всем зрителям. Но были несколько моментов, которые мы с вами сейчас обсудим. Пресловутая Надя опять и снова, здесь в трансляции, и звона уже в прямом эфире несколько раз. Самвелл просто открыто издевается. Не отвечает ей, начинает ей английские словечки кидать, стебать ее, ржать над ней. Надя бросает несколько раз трубки, ребята, и все равно возвращается. И опять следующий звонок от Нади. И дозванивается, и дозванивается. Надя, на тебя мало ушат грязи вылили люди, зрители, сам Самвелл, мамка. Про мамку мы сейчас, конечно же, поговорим, ребята. Тебе мало? Ты какая-то мазохистка, или ты кто? Я вот думаю, господи, вот такого хайпа, сколько, блин, негатива на голову, если бы, не дай бог, мне свалилось. Да я бы в жизни не позвонила. Да не подняла бы я трубку, да и пошли бы они к чертовой бабушке со своими мамками, сранками, с этими рульками, ванюльками. И пусть бы себе сидели, Надя, зачем тебе эти люди? Уже так обсырать, как Надю обсырали? Ребята, а вот если серьезно рассмотреть эту тему, так вообще ни за что. Ну вот только за то, что она прилипла к Самвеллу, и так же ей хочется в лучах славы этой погреться. Ну никак она не может просто без Самвелла жить. Зачем ей это надо? До меня не доходит. Но ты же получаешь столько негатива от зрителей и терпит. Терпила. Ребята, ей уже там пишут в открытом чате, да ты уже надоела, да хватай звонить, да чего ты звонишь? Она второй раз позвонила, она третий раз позвонила, она четвертый раз позвонила, доказать, что мне не надо никакие гроши на операцию, и я не просила. Надя, ну просила же, ну просила, говорила ты об этом. Это даже видео есть. Вот как бы ты сделала операцию, я бы тебе по гроб жизни была благодарна. Ну это же все есть, я просто не помню название, но это было сидя у мамки здесь, в кресле, в квартире. Такие слова ты говорила, потом вот эти закидоны твои про 400 тысяч. Як бы в мене булы 400 тысяч, то я бы, конечно, зробила операцию. Ну понятно дураку, что ты ее хочешь сделать. Тебе Самвелл открыто говорит, хочешь сделать. Не надо умолять, падать на колени, бить лбом об землю, просить людей. Просто скажи, дорогие зрители, вы меня давно знаете, я вот подумала, так подумала, и все-таки решила, будь что будет, пройду диагностику. Я хочу попробовать сделать операцию. Если можете, як на то ваша ласка, да, допоможить мене, хто скіка може, як не може, і за те спасіба. Не проклинаєте мене, ну вот я пользуюсь этим случаем. Я, ребята, поддерживаю Самвелла в том, що он говорит, так це дураком надо быть, не воспользоваться этой ситуацией. Ну сама-то ты не сможеш оплатить такую дорогостоящую операцию? Нет. У тебя есть возможность с Самвеллом воспользоваться этим каналом его, да, в Ютубе. Так воспользуйся. Тебя осуждают уже сколько лет? Четыре года ты снимаешься в Ютубе, тебя осуждают, грязью обливают, оскорбляют. Господи, а шо поменяется? Ну и шо понаписывают. А тебе не пофиг ли? Зато сделаешь операцию, если помогут. Не, як воша на гребенці, ваюжується, викаблучується, юлить і юлить. Надя, от тебя критикують за то, що ти просто от скользкий человек, понимаешь? Ти не можеш сказати правду в глаза, как ест. Юлишь і юлишь, і выламуєшся, і выкручуєшся, і брешеш, і брешеш. Ну а людям, естественно, це не крається, вони тебе за це критикують. Ребята, а ну шо було потім, я офігела. Тут звона мамка, і тож в прямому ефірі, бо це ж вона сиділа і дивілася цю трансляцію, і услышала, що звонит Надя. Сделал конферент-связь сам Вел. Зачем сталкивати лбами, зная свою эту хамку, базарную хабалку, шупечку? Ребята, як она її полоскала, эту Надю? Як ця шупечка її унижала, ноги об неї вытирала? Во-первых, ти че ореш на чужого человека? У тебе право є такое на неї орати? Ти хто такая? Ти хто такая? По какому такому праву ти повышаєш голос вообще на чужого человека? Скільки-то Надя і добра вам тож сделал. Ребята, ну так же нельзя, ну шо ж це за взаимоотношення между людьми? Ну мы же не животные. Уже как могла оторвалась, вы слышали, вот все, кто смотрел трансляцию, сколько злости там у этой шупечки. И цеж, ребята, в голове у неё, у этой херямы, только одна мысль. Не дай бог сейчас Самвел согласиться помогать деньгами на эту операцию. То она костями ляжет, чтобы эта операция не состоялась, потому что Самвел не один раз уже произносил фразу. Люды поможут, скинутся, он Люда из Швеции, там, из Америки, Таня. Я поможу, если буду недоставать денег. Она же, херяма, это слышит. Она понимает, что Самвел будет давать деньги. Так вот, не дай тебе бог, не дай бог, да, она же этого не перенесёт. Там же ревности, жадности и алчности выше крыши. А ещё, девчонки, а не дай бог, Надя начнёт ходить ещё очень быстренько. Надя моложе на сколько. Надя сейчас, дай Господь бог, ей похудеть, хотя бы, допустим, ещё на 10 килограмм. Я не буду называть какие-то заоблачные цифры, но вот, допустим, да, рисуем себе такую картину позитивную. Минус 10 килограмм ещё от Надиного веса. И поменять ей вот эти вот коленные суставы. Это же здоровый человек. Она будет порхать просто, как воробышек. Шупечка этого не переживёт. Она же себя приравняла сейчас к этой Наде. Она считает, что вот они одинаковые. То, что разница в возрасте там огромная, 11-12 лет. Она же это не учитывает. Она хочет Надю опустить на свой уровень, на свою ступеньку. Вот там где-то ниже плинтуса. Ты такая сама старая баба, ты такая сама больная, как и я. А что ж Надя подружка ей называет? О, все мы одинаковые. И она же, ребята, никогда в жизни не допустит, чтобы Надя вдруг похудела, помолодела, да ещё забегала своими ногами, перестала жаловаться на больные колени. Це ж ей як сырпом по яйцам цей шупечке, ребят. Поэтому устроила скандал в Ютубе просто страшнейший. Ну вот скажу про Надю молодец. Молодец в том, что бросила трубку. И села. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, Самвел, как смешно. Ну так смешно было, когда вот эта вот твоя мать, абсолютно недостойный человек, абсолютное зло, такое отвратное существо, просто орёт и издевается с чужого человека. И тебе это так смешно. Знаешь, Сем, я понимаю, что надо пилить контент, но бывают такие ситуации, когда ты заигрался, и уже давным-давно переступил вот эту черту, и теряешь своё человеческое лицо. Вот в этой трансляции ты своё лицо, лицо добропорядочного, достойного человека вообще потерял. Знаешь, почему? Потому что уподобился своей матери. Вот вместе с мамкой вы были очень гармоничны. Ну и, ребята, проявилась Олекса, кто помнит, цита москвичка с богатеньким муженьком. Сама-то она гроша, ломаного не стоит, понятное дело. Муж там какой-то богатенький у неё, буратинка. А богатенький серьёзно богатенький, потому что много денег высылала, всегда дорогущие подарки, всегда делала. По-моему, и на отдых она там ему давала огромные суммы денег, всё в долларах, в долларах. И Самвел сильно с ней дружил. Вот этот ещё момент. Сев, ты дружишь, выискиваешь только вот таких богатеньких. Ну, на сегодняшний день, скорее всего, нет. Но вот в недалёком своём прошлом. Значит, простые, смертные, честные, добропорядочные люди тебя не интересуют никак. Но тебе нужны вот такие, как Олекса. И вы знаете, ребята, что я заметила? Такая обида у Самвела на Олексу. Вот ощущение, что это Олекса, для него что-то значило прямо в жизни. Какие-то такие игрища, знаете, заигрывания с такой обидой, с такими претензиями. А вот ты меня заблокировала, вот и я тебя заблокирую. Ты мне напиши в личку. А не, не надо, не пиши. Я тебе не буду, отвеча. Ой, ты, Бози, ты мой. А шо, что там такое было, Самвелка? Да неужели? Вот, рассказывает Самвел, мы с Олексой по полгода общались, потом она на полгода где-то пропадала. Я не обижаюсь, но общаться, Арчиха, я с тобой не буду. Не, Самвел, ты именно обижаешься. Это очень заметно. Обида твоя какая-то в сторону этого человека. Прям презентовал зрителю, так хотел доказать, что это Олекса никто, и зовут её никак. Изгинь с моего горизонта, и я не продаюсь больше за шмотки, за подарки, за тряпки. А ещё больше всего, ребят, меня повеселила Маринка. Я читаю чат ещё открытый, где люди там пишут Самвелу какие-то комментарии, да, в открытом чате. Маринка была здесь, присутствовала, и у Марин где-то что-то там, пятой точке, сыграла тоже какая-то ревность. Она совет Олексе даёт. Боже, вот здесь, Марина, я ржала в голос. Это правда. Олекса, уйдите лучше красиво. Да ты шо, серьёзно? А шо такое, Марина, достойную конкуренцию почувствовала? Шо это за советы? Уйдите красиво, а ты сама не хочешь уйти красиво? Тебя Самвел уже сколько отваживал, и слова тебе говорил нелицеприятные. На прошлый Новый год у вас скандал был, и тебя очень по-хамски на место он ставил, не учитывая то, что ты женщина, хотя ты ещё та женщина. Ты как-то никуда не делась из жизни Самвелла, нет? Ты до сих пор здесь, мы тебя лицезреем, имеем такую честь наблюдать тебя и слышать, и видеть. А тут вдруг, ты ж Алексу не знаешь, ты с ней не общалась, вы друг другу абсолютно чужие люди. А помнится мне ещё Марина, когда ты говорила, я не люблю знакомиться с чужими людьми, у меня нет никаких друзей. Вот когда с Надей предлагал тебе Самвел познакомиться, ты сказала, нет, я не хочу с ней знакомиться, и потом объясняла, что ты не знакомишься, с Алексой ты не знакома, а чё это ты к ней обращаешься напрямую, какие-то свои вообще неумные советы даёшь. И потом, тебе не кажется, Маринка, что это вообще не твоего ума дело, отношения между Алексой и Самвеллом. Ты здесь третья лишняя. Это отношения только между двумя людьми. Есть Ира, Алекса, и есть Самвел. И они сами себе разберутся. Они ругались, как говорил Самвел, уже тысячу раз, и потом тысячу раз смирились, и общались дальше. Это их дела, повторюсь я, и их взаимоотношения. А ты тут вообще каким боком, Маринка? Я действительно поржала. С твоего совета уйдите красиво. Так покажи пример. Сама уйди красиво. По-английски, молча, закрой за собой дверь. Слабо? Марина, а? Ну як там? Ааа, ваачьякаты. Комусь советы раздавать. Расчищаешь себе плацдарм. Як нащий ЗСУ, я так понимаю. Ребята, ничего хорошего в этой трансляции я не увидела и не услышала. И как-то само настроение Самвела мне не очень понравилось. Какой-то надрыв, какой-то нерв вот этот вот был в негативном ключе. С людьми по-хамски разговаривал. Колясик там зарисовался. Это тот человек, который не стесняется. Да. Не хочете гроши над кислачей, вернее, вона стесняется просить на операцию себе. Так вот мыкли, а не стесняется. Высылайте мыкли гроши. Вин липосакцию себе зроби. Жир с пуза буде сгонять, продемонстрировав вам свои телеса. Счастливый, довольный, такой замечательный тюлень присутствуя у нас на канале Самвела Адамяна, ребята. Вот туда и переправляйте свои потоки денежные, Олекса. Так что можешь переключаться. Маринка, туда же. По направлению кокочки. Хотя я так подозреваю, что ни одна, ни другая, ни Олекса, ни Маринка, ох, не люблять коку. Ну, в принципе, я киснежинская, ребята. Честно вам признаюсь. Обзор закончила. До скорых встреч.